За заработанные деньги пришлось побороться. Абдул-Валий Епаров в апреле прошлого года устроился на работу в компанию «Вымбел». Миссионер пришел на должность контролера на строительный объект. Доверчивый Ульяновец поверил работодателю на слово. Трудовой договор заключен не был. Вначале все было благополучно, платили исправно. Но спустя пару месяцев начисления прекратились. Абдул-Валий решил изучить трудовой кодекс и восстановить справедливость. Чтобы получить честно заработанные деньги, он обратился в прокуратуру. Ситуацию омрачало то, что доказательств того, что он трудился на этом предприятии, было немного. Но все-таки нашлось за что зацепиться. Так как была эпидемия коронавируса, нам выдали специальные справки, чтобы нас, когда мы добирались к месту жительства, к месту работы, чтобы не трогали. Он сделал копию этой справки, производственного журнала и отправился в прокуратуру. Поначалу Абдул-Валий переживал за исход дела, но позже он стал уверен в своей победе. Епаров признается, его делом занимался настоящий профессионал. Татчичный, вежливый человек, знающий специалист, который подсказал, ну, естественно, в законных рамках доказательную базу мою. Процессом занимался помощник прокурора Ленинского района Дмитрий Причалов. Провели проверку на рабочем месте. Далее дело было передано в суд. Прошел месяц слушаний и разбирательств. В итоге закон оказался на стороне истца. С работодателя была обзыскана задолженность по зарплате в сумме более 20 тысяч рублей. В целях устранения нарушений трудового законодательства работодателю ОСБ ВИМПЛ было внесено представление об устранении нарушений закона, а также объявлено предостережение для упустимости на нарушение трудового законодательства. За невыплату зарплат и отсутствие трудового договора организация получила административную ответственность. Дмитрий Причалов часто работает по делам, связанным с охраной труда. В 2020-м к нему обратилось около 15 человек. Все риски были удовлетворены. Руководителям предприятий стоит знать, что законы работают и люди получают честно заработанные деньги. Доводить до суда или нет – это уже вопросы совести и порядочности начальников. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.